Она очень разная. Бог, они существенно разные. А когда их свить в кучу, то получается... Да, что получается. И мы не счастливы, и не можем счастливыми сделать вокруг нас людей. Совершенно верно. А это, знаете, это ведь такие знания, они нелегкие. Мы, когда их узнаем, мы понимаем, что нам надо измениться. Они все готовы, и не все. Поэтому надо очень много и пропагандировать, и своим примером. То есть работает. Работает, да. А что такое вселенная? Как ты ее воспринимаешь? Вселенная – это еще не все мироздание, я хочу сказать. Вселенная – это есть еще больше. Вот для меня это тоже какое-то ограниченное пространство, может быть. Потому что есть, наверное, и внутри я это как-то ощущаю, что есть еще больше. Есть еще много других вселенных. И есть, в конце концов, наверное, какое-то мироздание еще больше. Ну, не хочу сказать, что... Ну, вот видите, у меня... Мы же в этом мире живем материально, где все ограничено. И поэтому мы... Бесконечность нам трудно воспринять. Ну, это вот такое створение Бога, через которое он проявляется. Хорошо. А как вот мир, как ты воспринимаешь, вот, окружающий тебя? Землю? Космос? Что ты видишь, видишь? Иди звезды на ней. Ага. Ага. Вы знаете, вот, как-то воспринимаю. Еще вот вы... Я еще что сейчас понимаю? Что ведь каждый это смотрит со своей точки зрения и видит свое. И у каждого своя область. И понятие свое об этом. Вот я сейчас на этом еще стало многое об этом. Понимаю, что... Это понимаю, что мы... Каждый со своей точки зрения смотрит, каждый видит свое, и нельзя человеку... То есть, прими его видение тоже, как оно есть. И не надо возмущаться, что кто-то по-другому смотрит. Не надо... Это естественно. Мы все... Но мы в одном обществе росли, и у нас какие-то есть общие области, где мы видим одинаково. Есть какие-то пересекаются и так далее. И вот это вот... Сейчас вот, когда мы видим, маленькие дети рождаются, и мы понимаем, что наше воспитание их... Их формирует, их понятие о мире. Поэтому и мы... Я вот, например, лично я стараюсь, и... Чтобы не давлечь своими понятиями, и не осуждать других, которых вообще другая точка зрения. Они это видят по-другому. Очень часто, например, мужчины, они так видят, а женщины вообще по-другому. И не надо... Вот как я вспоминаю, мама моя, она мне говорила, а делай так, как другие люди делают. Ты посмотри, как другие так и делают. Но этим мы только своих детей ограничиваем. Им широту сознания сужаем. И я вот сейчас стараюсь всё-таки расширить и своё сознание, и стремиться, чтобы мои дети, его и мой внук тоже не ограничивались. Что в мире есть всё, о чём мы даже не подозреваем. И я... И мы счастливы должны быть от этого, потому что это нам. И я вот когда медитацию, например, медитирую, я практикую расширение сознания. Когда мы джёте-медитацию проводим, свет расширяется. И я, например, тебе говорю, я расширяюсь вместе с ним. И я получаю ощущение, как нам рекомендуют с вами, комнаты, государства, земли нашей. Я получаю это ощущение. Чего раньше, когда-то мы даже как бы об этом и не задумывались. Я ощущаю ощущение, получаю Вселенной, всего мироздания. И вот когда у тебя там уже всё вот зашкаливает, это просто вот получаешь вот это своё расширение. И вот правильно, вот хороший вопрос действительно. Как ты ощущаешь эту Вселенную? А ты вот в медитации или вот в этой визуализации ты начинаешь себя этой Вселенной ощущать. Ты и себя, и этим, и начинаешь ощущать. Слушайте, как классно, я всё сформулировала. Здорово. Ты так и не ответила. Это не страшно, что мы перепрыгиваем. Как ваше влечение и жизнь с вами повлияло на твоих близких, детей, маму, на работе. Есть сейчас людей, которые поменяли своё мировоззрение, отношение к жизни, бросили вредные какие-то привычки. Да, вот по поводу нашей жизни. Как это действует на окружение вообще? Окружение самое близкое такое. Ну, во-первых, конечно, когда мы с вами в нашей жизни создаётся какой-то коллектив, какая-то группа, какие-то друзья. Всегда есть и родственники, да. Но мы идём по пути, меняется наше мировоззрение, меняется наша жизнь, мы начинаем интересоваться, вот мы начали интересоваться духовностью, духовным ростом, и у нас наше окружение поменялось. Как у всех это случается? Какие-то друзья, просто мы перестали встречаться. Кого-то это интересует, у них другие интересы, нас развела судьба, кто-то тоже заинтересовался вместе с нами, и пришло очень много в нашу жизнь новых людей, именно однонаправленных, именно в созвучии с нами. И мы-то и притянулись друг к другу, потому что мы в созвучии. И у нас очень много появилось замечательных друзей, с которыми нам очень интересно и время проводить, и всё, и жить вместе рядом, делиться своими переживаниями, и друг другом какие-то прорабатывать свои тоже моменты, и свои, и их. И вот хочу сказать, что были люди, с которыми мы раньше дружили, теперь уже мы не дружим, но мы знаем друг о друге, но мы уже не проводим вместе время, так скажем. И появилось ещё в 10 раз больше или в 100 раз больше людей, с которыми мы сейчас общаемся. И чем хороша вот эта семья Саи, что когда мы перемещаемся по нашей планете, мы везде находим людей, с которыми мы можем поговорить о сваде. То есть единомышленников. Поговорите о нашем духовном пути. Это везде, даже вот в Америке, куда мы приехали просто в гости к своей дочке, которая знает о сваде, но она не преданная, как бы у неё там свои мирские заботы. И там тоже с вами дал нам, я сейчас вам ещё одну историю расскажу, дал нам людей, которые преданные, с которыми мы тоже к ним в гости пошли, поговорили о сваде, побыли в этой энергии. И со мной тоже такой случай произошёл очень интересно. Это было в 2005 году, когда я по своей профессиональной деятельности оптической, вот этой вот организации оптики, я по программе Rotary Club поехала в Америку поучиться организации бизнеса. Ну это было вот совершенно такой по работе поездка. Нас собрали со всей России людей из разных городов, причём выбирали из таких, не из Москвы, чтобы из Санкт-Петербурга, а из разных таких регионов отдалённых. И нас собралась группа 12 человек, и мы-то говорили естественно о работе всегда. И я летела в самолёте и просила с вами, ну пошли мне, кого-нибудь, с кем бы я могла пообщаться, ну о тебе, поговорить о тебе. Там была такая у нас, такой принцип, мы размещались в семьях американцев, которые были членами Rotary Club, это обычно очень состоятельные люди. И мы учились бизнес, у нас была всё, программа была двухнедельная, вся расписана от и до. нас возили там и в банк, знакомились с банковской системой, банкер был тоже членом Rotary Club, причём это было их служение, никаких они денег за это не получали, они размещали нас в своих семьях и обслуживали, в каком плане, они нас возили, мы ехали в одну клинику смотреть, как там всё организовано, они за рулём, они как гиды, они как были нас. И это всё было как принцип служения, не зарабатывая ни денег. Нет, нет, это всё было, да, это всё было основано на служении. И вы знаете, мы разместились у одного ювелира, с женщиной из Мурманска, были мы у нас оптики у обеих, и мы с ним очень много по бизнесу общались, он спрашивает, как у нас организовано, как налоги мы платим, и мы у него тоже много подчеркнули, тоже там с ним была история, может быть, расскажу. А вот самое-то главное, у нас был членом Rotary Club был индус, он из Индии, сам его семья тоже, жена из Индии, его родители там жили, он был математик, и у него было, они просто были разных профессий все, но мы-то была группа оптиков, и мы просто вот программа у нас оптическая была, но они были все из разных областей, просто члены Rotary Club, и он, его звали Кейси, и мы, конечно, все встречались вместе, все наши, вот члены Rotary Club, и в Rotary Club мы проводили там общие собрания, и просто нам организовали досуг, мы там ездили купаться, где-то отдыхать, тоже были все с семьями, все вместе, и мы поэтому друг друга знали и принимающую сторону. И он нас повез как шофер, он, кстати, он в космическом институте работал каким-то математиком, профессором там, это нас не очень заботило, мы просто, он нас приводил в свой институт, тоже показывал, как это все там устроено, и он нас повез как шофер в поездку в клинику, в другой город, мы там с ночевкой останавливались в гостинице, а он был у нас, шофер нас просто сопровождал везде. И вот в один момент, когда у нас был небольшой перерыв, я к нему подошла и говорю, Кейси, а ты в Америке родился, или ты, в общем-то, из Индии сюда приехал? Он говорит, нет, нет, я из Индии приехал, просто здесь я обучался, и потом вот и жена моя была, в скобе, оба вместе из Америки, из Индии. А где ты там жил, в таком месте в Индии? Вот я там в одном штате жила, англопродажа называется. Я говорю, правда? А ты знаешь Сайбабу? Он говорит, о, конечно, Сайбабу. А у меня сейчас твой комментарий был, я достала этот комментарий, он какой видел? Я говорю, а ты что, знаешь Сайбабу? Я говорю, да, я знаю, и вот я преданная являюсь. Вот у меня календарь, и мой муж, он был на интервью. И у нас, он говорит, да ты что, у нас мы когда были детьми, нас водили на Даршин к нему, к Сайбабе, мы к нему, значит, приходили. То есть мы, и у нас с ним, вот эти вот разговоры, как только у нас возникал вот момент свободный, там у нас лекции были, а потом, значит, перерыв, мы с ним садились и вот это вот обсуждали. А что ты делаешь? Ты медитируешь ли? И вот он меня, мы, конечно, с ним много еще на пальцах объяснялись, но все равно неважно, мы понимали как-то, и все у нас в группе удивлялись. Откуда ты Кейси знаешь? Мы же только приехали, откуда ты? Я говорю, да я его не знаю, у нас, говорю, просто общие знакомые с ним. Есть общие знакомые. И наш переводчик, который нам переводил, он молодой мужчина, он русский, но сам в Америке живет. И он нас в шоу-группе встречал, и нам, как переводчик, с нами ездил. И он тоже вот заинтересовал, почему я с ним вот общаюсь, он его это заинтересовал. И он, видимо, может быть, мне рекомендую, откуда-то знаю про Сайбабу. И он попросил меня, мне, ему о нем рассказать. Переводчик наш, понимаете? И я ему рассказала, вот об интервью Сережина, моего мужа, как Сайбаба его избавил от камней в почте, потому что это был мой опыт личный, очень острый такой, очень важный опыт, яркий. А у нас же были хирурги еще глазные с нами в группе. Он меня попросил рассказать, это было в автобусе, мы куда-то ехали. Я когда все это рассказывала, все просто, открыв рот, это слушали, как это все происходило, такое чудо случилось. И он попросил у меня, вот наш переводчик, он попросил у меня, Илья, его звали, календарик. Я ему подарила этот календарик, у меня была еще маленькая книжка, сайта в составлении, тоже я его дала. И у нас еще было такое событие, там в Америке, когда у нас был русский обед. Мы все собирались, нам давали помещение, кто-то из этих вот, директор Макдональдса, он нам дал помещение, у него был огромный дом трехэтажный, и мы там готовили, мы покупали сами продукты, готовили еду русскую, и все собирались вместе, все семьи с детьми, с мужьями, все, жены мужа, мужья. И, значит, все, мы, они кушали, мы их угощали, они пробовали все вот это русское. И потом у нас была типа культурная программа, мы пели. И пришел мужчина, кто-то тоже вот из принимающей страны, у него было две гитары. И он сам умел играть, и я тоже играю на гитаре и пою. И потом, значит, когда все вот это вот поели, попили, все, мы пошли на лужайку, все там сели, и стали мы петь. А он свои, мы тоже знаем все-таки эти американские, английские песни из The Beatles. Мы пели так, и мы русские свои пели песни. Я там подыгрывала что-то, такие песни мы могли, и мы все хором русские пели. И когда уже все песни, это у нас как-то закончится. А мы тогда, я очень сильно увлекалась баджанами, песнями про с вами, и вот это «Солнышко любви» я пела. Ну, и я ими больше увлекалась, и больше их знала. И они мне говорят, ну что теперь, давайте что-нибудь споем. Я говорю, вы знаете, я уже не знаю на русском, я знаю не на русском. Да пойте чего-нибудь, какая разница. Во-первых, мы спели «Солнышко любви», потому что там надо просто, я запеваю, все подпевают. Ну, это было так просто. И я решила спеть вот на санскрите «Хара-хара-хара-хара-хара-махадыла». Вот это вот любимый мой баджан. И все, значит, я запела этот баджан, и все, значит, никто мне, конечно, не подпевал, но вот все так остолбенели. Ну, больше всего был поражен Кесси. Мы когда собрались вот на это событие, он меня познакомил со своей женой, а с мамой своей, они были в Саре, «Май, дни весь, бросай бабу», там все такое. И он, когда услышал вот это вот пение, баджан, он забегал по рядам там, и стал говорить, это на санскрите, это песня на санскрите. И он был, в общем, потрясен, и благодарен, что вот это вот мы попели, вот это я спела, этот баджан, мой любимый. И потом, когда мы ехали, уже в какой-то поездке, подсаживается ко мне от нас же переводчик, и говорит, это еще когда, пока я не рассказала про Саре бабу, говорю, послушай, откуда ты знаешь санскрит? А я говорю, я не знаю санскрит. Ну, это же не знание санскрита, это просто, я говорю, это просто пение баджан, так называется, песнопения индийские, это же не знание мое санскрит. Вот. И он это говорит, ну, все равно не важно, даже если это не знание, это песня на санскрите, в Воронеже, откуда это вообще? И я ему вот стала объяснять, что у меня есть учитель, что такое, мы потом бросаем балку с ним разговаривать. И когда мы, последний у нас был вечер в нашем, в нашем, в семье нашей, вот нашего ювелира, он попросил спеть еще раз, вот этот вот на санскрите баджан, потому что я там пела несколько песен духовных, и он говорит, а вот спой вот этот баджан, который ты пела вот там на санскрите, и я его еще, ну, там мы были, собрались своей семьей, он, его жена, его четверо детей, и он еще рассказал, вот Джим, его зовут, он рассказал очень замечательную историю, и он не о своем опыте с Богом. Они вообще, хочу сказать, что вообще американцы, они очень тоже божественные, на божественные, религиозные, да, религиозные, они посещают церковь, мы с ними тоже посещали, в воскресенье они нас приглашали, мы тоже были, там все тоже нас очень приветствовали, тепло, спрашивали об новом, как вы сюда попали, что вы здесь делаете, сколько будете, то есть нас окружалось, тогда, причем молодежи, очень много молодых парней, им было интересно, что мы русские здесь, и он нам рассказал такую свою историю. К ним не первый раз, они уже принимают русских, к ним приезжали, из Перми у него гости, вот были тоже такие, но были группа работников администрации города, тоже собирались, такая группа в Ротере, одних встречали, и вот у него жил Владимир, он в Перми руководил там каким-то департаментом, и с ним была такая история, он ювелир Джим, и у него ювелирный магазин, и там и мастерская, и магазин все есть, и вот этот вот Владимир, он говорит, ты знаешь, у меня есть человек, они с Джимом когда общались, Владимир ему рассказывал, у меня есть человек, который меня к Богу привел, я ему очень благодарен, и я бы хотела ему сделать подарок, и хочу ему подарить кольцо с рубином, это было бы хорошее, как ты думаешь, вот для человека, как бы в духовном плане, он говорит, конечно, я считаю, что это очень хороший подарок, но говорит, ну и они стали обсуждать этот вот подарок этот, и говорит, как бы ты хотел, сколько бы это ты можешь вложить, он говорит, я думаю, что я 600 долларов могу потратить на этот подарок, он говорит, да, 600 долларов это большая сумма, для русских я понимаю, это очень большая сумма значит видно ты очень ему благодарен и хочешь отблагодарить и они пошли и они пошли в магазин подобрали значит оправу а ему эти вот камни его из швейцарии присылали и они выбрали камень все значит было заказано и заказ он сделал швейцарию и кольца и такая правой камень все должно было прийти так например определенное время когда они перед отъездом и вот перед отъездом воскресный день они например в понедельник уже уезжают а воскресенье приходит посылка он открывает оправа есть что же такое почему так произошло что случилось чем я что тут мои какие проблемы и он думает ну что делать буду вставлять такую камень какой у меня имеется в наличии и мы говорим давайте девочки открываем посмотрим что тут можно подойти может подойти и подошел камень который полтора тысячи долларов стоит и он говорит я слава богу подошел я не задумываясь вставил камень все ему принес он был счастлив ничего как бы не знал никаких и получил подарок и уехал все уехал и говорит ко мне на следующий день приходит женщина и начинает скупать все что там на три тысячи долларов короче накупила всего и без дней в общем всего всего это был так участие просто горит обалдел что господь вот так такой человек не на который заслужил хорошие за 600 долларов и господь его поощрил через меня и мне потом все это возместилось ну то есть это вот он просто он тоже таком победу и он говорит вот вы пожалуйста вот его электронная почта выговорите его я не напишу мне не отвечать выгодите его найдите и узнать как у него дела как что я когда приехала а был такой момент когда он интернет у нас только становился у нас не было такой широкой и так я по почте писала тоже видимо уже почта не существовала я пошла в интернет же в перми нашла вот это все его телефон нашла этого человека фамилия была слава богу я нашла его я созвонилась его секретарем и сказала что вот я приехал из америки что джин помнит как и он уже сам я с ним свяжусь и с ним все но то есть все это вот такая вот история такая цепь истории народе говорят пути господь не исповедили бог всегда вычет да то есть он дает и встречи и все дает по нам ну по нашему по нашу просьбе просто и вот так вот вот жизнь какая стала понимаете вот она то есть мы везде и поддержка есть нам и какие-то просто встречи и мы кого-то поддерживаем дает нам такую возможность жизнь богом скотча не бывает и вот он смысл и смысл вашей жизни вот служение не заметите можете ничего больше не делать а потом читаю тебе не надо часами сидеть медитируй зачем это двумя отрата часа лучше сделать что-то доброе дело а полчаса 15-30 минут достаточно с чистым сердцем с чистым сердцем да а вот это просто и недаром что руки делающие добро были святы чем болячьи все то есть и кришна живучи мне так это поразило ничего не радует просто честно исполнять свой дом и вы не заметили как быть особенно но помните обо мне конечно это обязательно фокусироваться да 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 все постоянно я вам тоже очень благодарна спасибо вам большое это подс見て Продолжение следует...